Поговорим немножко о военно-политических новостях, которые произошли в Украине и вокруг нашей страны. Президент Зеленский, хочу начать с этого, прибыл в Рим и там сейчас проходит встреча. Он встречался, уже встретился с премьер-министром Италии. Она сделала заявление после встречи, что Италия остается на стороне Украины, будет всесторонне помогать и победа Украины это будет победа всего Европейского Союза. То есть высказала всестороннюю поддержку и готовность Италии помогать Украине столько, сколько надо будет. Сейчас проходит встреча с президентом Италии, он у них фигура, будем так говорить, больше политическая, чем исполнительная. Представительская, точнее не политическая, представительская. Во многих странах, видите, в Чехии президент, представительская фигура, в Италии президент, а главным является премьер-министр. Предполагается встреча с Папой Римским. Я, например, лично возлагаю очень большие надежды на эту встречу в том плане, что я надеюсь, что президент Зеленский все-таки доведет до сознания Папы Римского тот мирный план, который отвечает интересам Украины. А не те козни, которые они там строят. По-другому я их действия назвать пока не могу. Потому что они больше соответствуют московскому нарративу, чем нашим национальным интересам. Ну посмотрим, как это закончится. Далее, страны ЕС поддержали ужесточение энергетических санкций против Российской Федерации. То есть, 11-й пакет санкций. Это очень интересный пакет санкций. Его некоторые даже называют пакетом вторичных санкций. То есть, здесь уже наказание за санкции, за то, что обходятся основные санкции. Это может коснуться и тех стран, которые сегодня помогают Российской Федерации по серым и черным схемам закупать необходимые ей товары. Товары двойного назначения, товары военного назначения и так далее. Я вам приводил пример. Лидерами является Армения, которая увеличивает покупку чипов или элементов с микрочипами в 500 раз. Зачем Армении? Куда этих столько чипов девать? Понятно, что это в Российскую Федерацию поставляют. Казахстан там на 200% увеличивает тоже закупки различных товаров военного назначения. Грузия этим тоже немного увеличивает закупки. Кстати, я приводил вот эти цифры по данным финансовой разведки. Кто насколько увеличил закупок? Каких закупок? Это то, что предположительно потом все курсирует в Российскую Федерацию. Так вот, 11 пакет санкций предназначен именно для борьбы с такими серыми схемами по обходу санкций, введенных ранее Европейским Союзом. Кстати, обратите внимание, что новость как звучит, что Европейский Союз все поддержали, в том числе и Венгрия проголосовала за ужесточение энергетических санкций против Российской Федерации. Видите, как говорится, дружба-дружба, а кости в росте, и своя рубашка ближе к телу. Когда касается вопроса финансирования Венгрии из бюджета Евросоюза, то ее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан голосует единогласно за санкции против Российской Федерации и против тех, кто пытается обойти санкции, выдвинутые против страны-агрессора. Вот такая вот политика двойных стандартов у венгерского премьера. Интересно, как ему будут глаза Путину, смотри. Не стыдно ему будет. США, Соединенные Штаты готовы помочь вооруженным силам Украины, необходимым вооружением которого не хватает для контрнаступления, заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен. Если такой запрос будет. Он также принял решение Лондона, ну поддержал точнее решение Лондона поставить нам дальнобойные ракеты. Речь идет о ракетах Storm Shadow. И Блинкен сказал, что в Соединенных Штатах уверены, что это отвечает потребностям Украины. Речь идет о том, что если нам не хватает чего-то или каких-то видов вооружения или боеприпасов для контрнаступления, Соединенные Штаты готовы в любой момент это все поставить. То есть пока идет накопление материальных ресурсов, пока идет формирование группировки войск для контрнаступательной операции, США подтверждает свою готовность при необходимости поставить нам дополнительно по запросу в кратчайшие сроки необходимое вооружение и технику. Если таковой запрос будет. Кстати, по поводу ракет Storm Shadow скажу так, что они не только пришли в Украину, они уже были применены. И второй день подряд, вчера и сегодня с утра, в Луганске на военных объектах, это места дислокации личного состава, это ремонтный завод, который является как ремонтной базой, так и перевалочной базой для российского вооружения и нефтебаза. Три объекта, которые уже были поражены именно ракетами Storm Shadow. Прекрасно они преодолели, никто даже не понял с российской стороны, как ракеты оказались в Луганске. Кстати, Луганск, теперь тоже звучат сирены воздушной тревоги, работает ПВО, правда непонятно по чем и куда. В этих ракет есть особенность в полете, поэтому ПВО для них очень проблематично применять. Так что вот такие вот новости, согласно того, что у нас появилось дальнобойное вооружение. Причем дальность там 560, я уже вам говорил, ТТХ, и головная часть 460 килограмм. В чистом виде тротила около 400 килограмм. Довольно хорошая, мощная ракета. Паника вчера разыгралась, очередная паника, волна паники точнее. Очень радуют такие новости, причем ее провоцируют сами военкоры российские в своих телеграм-каналах, блогах и других средствах массовой информации. Вчера появилась новость, что якобы границы Российской Федерации в направлении Белгорода идут колонны вооруженных сил Украины. Они раструбили, что все, сейчас будет прорыв границы и захват городов на территории Российской Федерации. Некоторые там уже посчитали, я вчера приводил вам примеры, что там посчитали количество танков и самоходных артиллерийских установок, и реактивных систем залпового огня. Так расстарались российские военкоры. А потом появилась информация, что для ускорения движения колонн танки везут на трейлерах, чтобы это быстрее было по дорогам. Прямо мчат вот эти колонны, бронированные к государственно-российской границе, для того, чтобы захватывать российские города. И это спровоцировало массовую панику среди гражданского населения. Очень такой момент позитивный. Также появилось еще в телеграм-каналах сообщение о массированной атаке вооруженных сил Украины. Они практически там писали, вплоть до того, что писали на всей ширине бахмутского оперативного направления. В СУ начали массированный штурм, плюс штурм границы. Чем все закончилось? Местным властям пришлось гасить волну паники. И объяснять, что операция идет по плану, их специальная военная, что все хорошо. Но жители приграничья уже начали готовиться к эвакуации. Вот так вот они сами сыграли в информационно-психологическую спецоперацию. Ну, скажем, спасибо, молодцы, давайте продолжайте в том же духе. А как оказалось на деле, никто никуда не ехал, никто никуда не двигался. Единственное, что в районе бахмута происходит, как сказала наше командование, мы ведем активную оборонительную операцию. И она имеет успех. Далее, Бельгия выделяет нам еще дополнительные средства в поддержку нашей страны. Это 92 миллиона евро. Это очень интересная новость. Тут в этой новости прекрасно все. Я вам сейчас ее зачитаю и прокомментирую. Бельгия направит в поддержку Украины 92 миллиона евро. Полученных, внимание, в виде части налогов на прибыль от замороженных в Бельгии, 250 миллиардов активов Российской Федерации. Улавливаете в чем смысл? Смысл в том, это очень хорошая тенденция. И я так думаю, что она очень было бы неплохо ее распространить для других стран. Раз прецедент есть, и я так подумаю, что его примут теперь на вооружение. Смотрите, Бельгия заморозила российских активов на сумму 250 миллиардов. И правительство Бельгии не держит эти деньги в замороженном виде, а получает с них прибыль. И вот эта прибыль, процентная надбавка, видимо, за использование этих средств в виде 92 миллионов евро, полученная там за какой-то период, не знаю, там не указывается это за пол, за месяц или за несколько месяцев, они эти деньги перечисляют в фонд восстановления Украины. То есть они отдают их нам в качестве поддержки. Пока решается вопрос по конфискации этих активов, их реализации и передаче денежных средств, опять же, на Украине в качестве выплаты репараций со стороны России и восстановления нашей страны. Так что, видите, замороженные средства не лежат, говорят, деньги не лежат в банке мертвым капиталом. Они работают, но работают уже не на пользу Российской Федерации. Для России эти суммы, эти активы заморожены. Далее. Кипр и Мальта тоже еще одна очень новость. Она имеет тоже хорошую тенденцию, так как и предыдущая. Есть такие государства, как Кипр и Мальта. Они больше всех, и, наверное, активнее всех, они проводили такую политику золотого паспорта. То есть надо было внести какую-то сумму денег в пользу страны, ну, по-моему, если я не ошибаюсь, на Кипре 500 тысяч. Евро надо было внести, и ты получаешь паспорт гражданина Кипра. То есть фактически покупаешь гражданство. Так вот, так называемые золотые паспорта, их называли. Кипр и Мальта. Два рекордсмера в выдаче золотых паспортов. Обе страны начали аннулирование этих паспортов. Первыми аннулировали такие паспорта для россиян и белорусов, которые попали в санкционные списки. Речь идет о девяти российских инвесторах и тридцати четырех членах их семей на Кипре. Власти Мальты аннулировали паспорта пока что только двум лицам. Но как бы санкционные списки постоянно растут, и вот такие золотые паспорта, кто купил из числа российских олигархов, для них будут теперь аннулированы. Тоже еще одна тенденция, которая имеет позитив для нас и имеет возможность для дальнейшего развития. Следующая. Германия. Ну, Германия не перестает радовать. Они кардинально, я так смотрю, что... Может, они долго раскачивались. Может, они долго отстраивали свою бюрократическую машину, чтобы она запустилась на полную мощность. И правительство Германии объявило о новом пакете помощи для Украины. Сумма пакета помощи будет составлять 2,7 миллиарда евро. На эти деньги Германия планирует в ближайшие месяцы поставить Украине 20 БМП Мардер, 30 танков Леопард-1, 18 колесных гаубиц, 4 системы противовоздушной обороны ИРИС-Т, 12 пусковых установок ИРИС-Т и сотни управляемых ракеткой ТИМ-системы. Также 200 разведывательных беспилотников и 100 защищенных боевых машин и более 100 машин логистической поддержки. Вот такой пакет помощи Германия готова передать в ближайшие месяцы Украине. Это принято решение на уровне правительства Германии. Об этом, кстати, говорил даже Олаф Шольц, канцлер Германии. И еще одна, еще мне Германия порадовала новостью, Rain Metal, компания, которая производит танки, но она не только танки производит, ну военный, будем так говорить, военный гигант немецкий, строитель вооружения заключил, уже заключил, раньше это были разговоры и намерения, декларации намерений, теперь это уже легло в первый договор между Rain Metal и Укроборонпромом, заключен договор о совместном производстве вооружений. Причем это будет комплексное вооружение, это будут танки, это будут системы противовоздушной обороны и это будут боеприпасы. Германия готова в Украине строить заводы и совместно с нами производить вооружение. Вот такая вот немцы начали выдавать на гора такие вот новости, полностью поменяв, помните, да, первый, кто больше всех сомневался в поставках вооружения, ровно год прошел. Буквально мы недавно отмечали годовщину первого заседания в формате Рамштайн, и Германия была чуть ли не одним из главных скептиков передачи нам вооружений. Долго не решались они передать нам танки, долго не решались они нам перед этим передать самоходно-артиллерийскую установку, артиллерию, скажем так. Вспомните, какие были у нас ожидания и сколько было дебатов по поводу передачи нам комплекса Иристе, которого даже нет на вооружении сегодня Бундесвера, он числится, ну в смысле на вооружение принят, но в составе Бундесвера нет ни одного еще комплекса, а у нас уже их два защищает наше небо, еще четыре, видите, готовы передать нам в ближайшие месяцы. Так что вот такая вот. И, ну уже добьем тогда военно-промышленный комплекс международный, Швейцария, Швейцария, которая, ну, наверное, уже столетней историей нейтральности своей может похвастаться, после, по-моему, после Первой мировой войны Швейцария вообще нигде не участвовала. Вот. И помните, да, сколько было сейчас таких, я бы сказал, казусов, неприятных для нас казусов, когда швейцарское вооружение или элементы в системах вооружения, произведенные в Швейцарии, не позволяли странам, обладателям этого вооружения передать его нам, третьей стороне. Швейцария категорично отказывалась, и буквально еще пару недель назад была новость о том, что представитель правительства Швейцарии говорил нам... А! Представительница Швейцарии в ООН сказала, что мы не можем, у нас законодательство, у нас конституция, говорит, что мы нейтральная страна, поэтому мы никому никакого вооружения поставлять не будем. Ага. Вот Швейцария дает зеленый свет на поставку оружия в Украину. Они приняли две палаты парламента и национальный совет Швейцарии проголосовали за внесение поправок в закон, что позволит в будущем поставлять военную технику в Украину. То есть даже Швейцария при всех ее принципах нейтральности поняли, что с Российской Федерацией российский фашизм надо останавливать, иначе это будет беда. Так что ждем теперь боеприпасы швейцарских гепардов с автоматическим установлением дальности подрыва, который производит Швейцария, и немцы не могли их передать ранее нам. Теперь, я надеюсь, они приедут, и наши гепарды будут стрелять швейцарскими снарядами по, опять же, российским воздушным целям. Ну и пасашок, вишенка на торте. Сегодня по военно-политическим новостям это заявление Пригожина. Такое впечатление, что Пригожин решил сыграть в 1905 год. Точнее, не в 1907 год. Он пошел по пути, ну, все читают, все знают, да, вот эти вот перипетии, война, словесная война Пригожина с Министерством обороны Российской Федерации, там, обкладывание трехэтажными матами Шойгу, Герасимова, там, Путин обозвал дедом-маразматиком, там, и прочими словами. Но тут, кстати, появились в разных социальных сетях появились сообщения о том, что якобы у Пригожина появляются спонсоры, которые готовы финансировать его предвыборную кампанию в 1924 году на пост президента России. Я не верю в это, я думаю, что это, опять же, продолжение пиар-акции, может быть. Хотя, опять же, в моем России не понять. Так вот, что же заявил Пригожин? Пригожин фактически призвал мобилизованных к бунту. Почему я говорю повторить ситуацию 1917 года? Когда мобилизованные, которые не хотели участвовать в войне на фронтах Первой мировой, пошли и сняли царя, вынудили царя отречься от престола. Именно вот неповиновение мобилизованных солдат привело царя к тому, что он подписал отречение. И тут появляется Пригожин. Он, конечно же, не царь, но на роль Папа Гапона, наверное, провокатора тянет. Потому что он сказал, что в этой войне безмозглый, единственный святой и абсолютно невиновный во всех ошибках, скажем, не будем выражаться в эфире, это русский солдат. То есть Пригожин практически призывает к неповиновению и к восстанию против угнетения русского солдата. Главарь вот этого незаконного вооруженного формирования под названием Вагнер практически прямым текстом призывает российский солдат к бунту против командования. Посмотрим, чем это закончится. Он выражает, что солдат-бедняга, опустив голову, идет на смерть в результате ошибок российских командиров. И Пригожин призывает солдата поднять голову, посмотреть вокруг и навести порядок. Вот такая военно-политическая обстановка сложилась в мире, в Украине и на фронтах за прошедшие сутки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова